Я работал менеджером в «Газпроме». На мысли и не было вернуться в свое родное село, заняться именно сельским хозяйством. Я не мог представить, что растеневодство настолько затягивает. Практически 100% посевов пшеницы и чечевицы – все это семенные участки. Хозяйство создал еще мой отец. Оно образовалось в 90-е годы. И это совпало с годом моего рождения, что интересно. Я до, к сожалению, трагических событий, которые случились, трудился вообще в другом направлении. Я работал менеджером в «Газпроме». И, естественно, никакого соприкосновения с сельским хозяйством тут и быть не может. Ну, только если фермеру газ провести. И я вам скажу, что у меня даже, ну, наверное, мыслей не было вернуться в свое родное село, заняться именно сельским хозяйством, потому что у отца все благополучно получалось. И он достаточно, он самодостаточный человек был. Мы вместе не смогли бы работать. Поэтому, к сожалению, что случилось, то случилось. Ну, и когда стал выбор остаться и строить карьеру в той структуре, либо же вернуться и продолжить семейное дело, опять же, продолжить эту историю, выбор был сделан, он единственный правильный. И, естественно, я вернулся в село. Я не мог представить, что растеневодство настолько затягивает. Я не мог представить, что это столь интересно. На сегодняшний день у нас площадь немного более тысячи гектар. Все в обороте, преимущественно, мы выращиваем пшеницу азимую, мягкую. И в основном вся эта пшеница – это высокие репродукции, только лишь на семена. Ввиду того, что площади небольшие, поэтому, как таких таковых товарных пассивов у нас и нет. Также мы выращиваем чечевицу. Уже на протяжении четырех лет это основной сорт донская краснозерна. Красная, которая, собственно говоря, это зерноградская селекция. И со временем начинаем экспериментировать, пробовать по сортам. Сортам, к сожалению, самые интересные, которые получаются из зеленой чечевицы в нашем регионе – это Канада. Канада сейчас санкции, тяжело, но все равно получается иногда находить семена и вводить данные сорта. Они интересно себя показывают. Если сравнивать с донской краснозерной, то по урожайности ничуть не уступают. И их преимущество по сравнению с отечественными сортами зеленой чечевицы в том, что они под георгийную обработку. Не каждый сорт может похвастаться данным преимуществом. По семеноводству не я сам начал заниматься. В 2019 году была реконструкция зерноочистительного комплекса, произведена. И в том же 2019 году наше хозяйство официально получило статус семеноводческого хозяйства, что подтверждено сертификатом. В 2019 году не столь большие продажи были, мы только начинали. В 2020 уже объем продаж немножко вырос. И, к сожалению, в 2021 году отца не стало. Поэтому, если говорить обо мне, то я начал заниматься семеноводством. И не только семеноводством, а в принципе растеневодством только с 2021 года. Ну и вот по сей день, собственно говоря, уже по сути 4 года мы активно развиваем это направление в нашем регионе. Мы на протяжении этих 4 лет выращивали Ставропольскую селекцию, если говорить за пшеницу. Зерноградскую селекцию и Краснодарскую селекцию. Я не скажу, что Ставропольская и Зерноградская селекции плохие. Нет, ни в коем случае. Просто так сложилось, что для нашего региона все-таки краснодарские сорта более перспективные и более потенциальные, скажем так. Ну и давайте не кривя душой, они больше пользуются спросом. Но у нас основная цель-то это семеноводство. И хотелось бы получать прибыль, поэтому мы остановились только лишь на Краснодарской селекции по семенам пшеницы. По семенам чечевицы райнирован по ЮФО. Это сорт Донская краснозерная, зерноградская селекция. Поэтому по сортовому составу в плане семеноводства пшеница Краснодар, НСЗ Лукьяненко, а чечевица, зерноград, ПКФ Маяк. По сортовому набору мы стараемся по пшенице держать 3-4 сорта. Это более-менее старенькие сорта, которые уже хорошо себя зарекомендовали и знакомы каждому фермеру. Но не зацикливаемся только на них. И каждый год вводим как минимум 2-3 сорта новых, которые только недавно получили регистрацию. Пересматриваем имеющиеся сорта и заменяем, замещаем их. Потому что наука не стоит на месте. И потенциал новых сортов с каждым годом все выше, выше и выше. Что по урожайности, что по качеству, что по морозостойкости, что по засухоустойчивости. И нужно идти всегда в ногу со временем. В работе семеновода в первую очередь я считаю главным это грамотно подобрать сортовой состав. Конкретно для региона, в котором он будет выращивать. Главное качественно в семеноводстве. Мы же говорим не только об выращивании, мы говорим о работе с нашими партнерами. Это грамотно и честно донести ту информацию, которую мы получаем в виде на наших полях. Сорта мы подбираем, во-первых, и в хозяйстве, и рекомендуем, чтобы сорта были разным сроком спелости. Это одно из важных. И другое, сорта должны быть для разных предшественников. То есть обращается. Мы выращиваем, опробуем этим сорта по разным предшественникам. Предшественникам, которые рекомендуются по срокам. Созревание – это одно из важных сорта делится на ранний спелый, средний ранний и средний поздний. Таким сортам, как еланчик, мы им занимаемся давно, 4 года опробовали, знаем его. Это относится к группе ранний спелых. Это немаловажно то, что с этого сорта начинается уборка. Это мы советуем фермерам, производителям, чтобы в каждом хозяйстве был ранний спелый сорс, чтобы можно было опробовать технику, опробовать свои силы для начала уборки. Урожайность его колеблется от 50 в нашей зоне до 70 центров. Были, общаясь с людьми, которые брали, доходила урожайность его до 80 центров. Сорт «Бумба». А это тоже относится к группе спелости ранних. Мы относим к нему. Это крупный колос. Они отображены здесь, на стенде. Почему мы стенды создали? Чтобы кто-то приезжает, спрашивает за сорт. Мы могли объяснить, показать. Зерно, как мы видим, красное. То есть, качественно, протеин от 13 до 15 единиц. Следующим идет группа средних ранних сортов. К средним ранним сортам это относится классика, безостая стиль, 18. Также у нас присутствуют сорта средней группы спелости, более подходящие к средним поздним. Это такие сорта, как Тимирязевка 150, а это как Алексеевич, как Граф. Хотелось остановиться и на таком сорте. Он старый, правда, сам по себе сорт, но востребованный. И мы его из года в год понемногу сеем. Это сорт Юка. Это средний-поздний сорт. Я говорю, в хозяйствах малых, больших производители стараются сделать набор сортов, чтобы это был ранний сорт, средний-радний и средний-поздний. Это, во-первых, мы говорим и о качестве уборки, и ее продолжительности, разбивая по группе спелости. Что нужно посеять по колоссовому предшественному? Мы предлагаем, это у нас и безостой стол, и еланчик, универсальный сорт, и классика. Такие сорта, и та же бомба. У нас сорта по предшественнику подсолнечник. Дали Тимирязевка Алексеевич от 82 до 84 центров с гектара. Это для нас очень хороший урожай. Хотя эти сорта по этому предшественнику показали качество средненькое. 12,3-12,5 протеин. Но они восполнили, себя показали в урожайности. Каждый сорт заточен так или иначе. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Если новые сорта, посеянные по подсолнечнику, я буду рассказывать. Если кто-то увидит, он может тоже оценит это как сорт бомба. Подсолнечнику дал 76 центров. Это, конечно, очень хороший результат для нас. И плюс то, что было качество от 13 до 15 протеин. Граф по предшественнику бобовый. Он вообще хорошо отзывается на хороший агрофон. Но в этом году мы попробовали его по предшественнику бобовый. И он себе достойно показал 74 центера по бобовым. А вообще этот сорт можно сеять и по колоссовым. Тоже испытано это. В чем преимущество маленького фермерского семенауческого хозяйства, если сравнивать с холдингами? Может быть, я ошибусь, но это мое мнение. Может быть, меня судят холдинги, но опять же, это мое мнение. За счет того, что у нас небольшой коллектив, мы все на 100% отдаемся делу. Яркий пример – сортовые прополки. Я не стесняюсь, вместе с коллективом иду и выполняю эту работу. Я, так как хозяйство небольшое, вижу от и до каждый процесс, начиная от основной обработки почвы и заканчивая, собственно говоря, подготовкой и уже выходом готового семенного материала. То есть, ну, как минимум, это контроль качества. Не буду говорить о минусах, как это происходит в больших хозяйствах, но просто это наше преимущество. Наши поля на виду. Практически 100% посевов пшеницы и чечевицы – все это семенные участки. У нас практически нету производственных посевов, просто товарная пшеница. Все, что мы выращиваем в силу малых площадей – это семенные участки. И каждый фермер, серхозтоваропроизводитель, проезжая в нашем регионе, часто ставим таблички с наименованием сорта, может остановиться, пощупать, потрогать и увидеть именно то, что мы будем продавать в качестве семенного материала. Это не базар, не вокзал, что продал и уехал. Про тебя забыли, кто там. А к этим людям, которым это понравилось, что-то, он проезжает, говорит, да нормально, сел, сейчас встречаемся после уборки. Он рассказывает, там, проезжает из Краснодарска, даже, края. Говорю, ну, что вы себя, да, понравились, мы вас один раз брали. То рассказали, объяснили, что я хочу вот так попробовать. Это очень интересно. И даже это самая большая, как бы, похвала или как вот работа, когда человек, купивший семена, возвращается опять к тебе и говорит, ну-ка, давай теперь расскажи, я хочу там по-колоссовым, что это, что тебе нравится. Вот именно не просто там можно почитать литературы в интернете, сейчас открыл, и про этот сорт тебе там все описано. А вот когда ты объясняешь ему, как ты его видел? Мы прозрачные, мы открытые, мы практически каждому партнеру можем уделить то количество времени, которое ему нужно, чтобы ответить и объективно дать ему полную информацию. Я лично и мой агроном всегда готов дать консультации по подбору сорта, по технологии выращивания. И, ну, знаете, наверное, просто более человечный подход. Это не менеджер, который звонит, ему лишь бы продать, получить свою премию. А мы сами занимаемся и выращиванием, и продажами, и рекламами. Мы все сами. Субтитры сделал DimaTorzok